ю 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 очередные гости очередные рэперы я не знаю как их можно назвать или рокеры это василий кирпичи и вася в легенда питерского андеграунда и сержес тдк и уэс коуст а также там он кто он клипмейкер уже не знаю давно рэп не делать но легенда вообще 10 вопросов сейчас задам ему выключай камеру его сидела мы наконец-таки приблизились к финалу нашего сериала 10 вопросов 10 вопросов хип-хоп шоу врубаешься бро но ко мне заходили не только рэперы но такие люди имеющие отношения там около рэпа там не знаю хип-хопу хип-хоп фанк регги не знаю рэп-кор да не было диска там диджей диджей заходили заходили графичики бибой заходили потом не знаю там 5 элемент знания обо всем это всякие разные там я их туда сложил это промоутеры те кто делает там рэп-фестивали хип-хоп фестивали вот очень много так скажем информации выявили вот ну а финальный сотый выпуск да все как бы закрываем это шоу меня зовут эмсидро у нас у меня в гостях легенды легенды андеграунда питерского первый гость это сершис тдк поздоровайся с нами сершис тдк всем привет всем привет родного города не только вся россия всем привет вот лето пролетело вот аж сейчас секундочку и второй участник у меня это василий вася в группа кирпичи поздоровайся с нами врубаешься бро и сершис тдк как говорится йоу православное здравствуйте здесь вася в кирпичи да у василий выпустил сольный альбом по моему первый его сольный альбом да третий с хип-хапом именно но он наиболее известен оказался а оно официальный он как бы студийный сольный вася в первый да твой вася в который называется где там йоу православный триумф он называется вот третий альбом у меня ну просто он уже уже эти они были в тени а в тени но они официально выпускались какими-то лейблами они официально на московских на цифре сейчас где-то услышать там конечно до первого человека демонстрация достижений второй называется царь василич обращайтесь так сказать а второй царь василич царь василич серж а стдк вот я помню только питер только рэп по моему альбом так назывался это все что ты помнишь про стдк название альбома а бандиска стиль бандиска стиль бандиска вот видишь как давно мы не выступали стиль бандиска начал вспоминать но на самом деле первый альбом назывался рэп он невский стрит он был на английском языке у нас была целая группа вот мы с тобой сегодня ехали слушали реги помнишь да вот у меня было первый состав группы это все афро афро россияне так можно сказать но они на самом деле афро африканцы басист чарльз данкуа клавишнику тоже сейчас не помню то ли мафакан то ли фомакан гитарист закон но вот многие из них сейчас уже находятся не даже не в африке а чарльз например играет в лондоне и седжаса и мы с ними делали первый альбом вот фукс он был на репетициях наших с африканцами и даже мы помогали делать некоторые песни ему ибо какая-то группа девочек которых он пытался тогда продюсировать это вот было вообще самое начало 90 90 91 год а потом уже только питер только рэп потом питерские сны потом три точки сны всероссийский московский альбом а потом бандиска вот это вот считай вся дискография не считая сборников фитов и да и программа с кирпичами у нас была мы ездили выступали группа аккомпанировала полностью мы исполняли свои песни под музыку кирпичей это реальный факт у нас были мы даже помню летали в москву надо поискать у нас был прекрасный на видео запись на телевидении каком-то это было ржавые провода программа к сожалению сам программу вошел только кусочек потому что отсняли столько материала снимали на час а потом ему резали эфир до получаса вообще все программы и вот то что на самом дня есть в моих видеозаписках контакте да это программа там есть как раз ночи ночи белая туда вошла а еще у нас была совместная песня мы которая вышла на альбоме бандиска да и несколько раз было конечно очень но таких прикольных пересечений на московских фестивалях я вот на отлично помню фестиваль поколение 96 это первый дал где мы его так активно пересекли хорошо хорошо и давай дальше вот мы течем вот со временем что дальше происходит со стдк почему кирпичи есть а стдк нет но мы закрыли группа в 2003 году почему по всяким разным причинам во первых мы очень много работали и выступали там у нас было по 30 концертов в месяц не совсем у реально в долгом времени это выдерживать потому что хочется как-то и пожить семьей там и так далее да потом я ушел частично в студийную деятельность долго функционировала студия как студия звукозаписи но параллельно видишь я сначала 90-х также работал на телевидении я общем двигался в сторону режиссура клипмейкерство и в общем основной приоритет перевел на это что и стало моей профессии как ты знаешь да кинокомпания греков продакшн в том числе я не оставлял хип-хоп я снимал клипы хип-хоп исполнителем крэк т9 3nt там вот недавно пич снял и так далее ну и соответственно из музыки моей жизни активно эта музыка для кино я пишу саундтреки у меня есть целый отдел который этим занимается со мной вот саунд дизайнер работает иван рожковский я как композитор пишу треки мы написали уже около десяти кинофильмов чё себе день по телеку пока конечно фильм стая позывной стая один позывной стая 2 дружина известнейший сериал который вот сейчас в интернете вообще просто лидирует по показам потом а что нужно чтобы в прокат войти вот прокат да попасть прокат попасть композитору или фильму фильму но фильм снял вот сразу как вот чтобы крутили ну смотри там много всего не однозначно конечно во первых что это за фильм что это за жанр во вторых конечно есть сети такие как корова там и так далее я не знаю будем ли мы давать рекламу просто есть сети есть сети если они берут то твой фильм в прокате типа дистрибьюторы все правильно но также можно начать и с фестивального кино с фестивальным кино проще попасть на показы но не факт что ты получишь какие-то призы какое-то признание но если ты получаешь признание тогда тебе открытая дорога больше в какой-то арт-хаус или что-то такое там коммерческое кино снимают другие режиссеры я снимал сериалы то есть полнометражные фильмы я не снимал сериалы я снимал в том числе и для музыкального телеканала мтв мечты алиса первый сезон это детское такое подростковый сериал скажем так очень много музыкальных моментов там был и музыку я туда писал снимал сериал про судебных приставов для телеканала рэн тв снимал в шоу игра где ведущим был рома зверь в москве у меня было очень много гостей музыкантов там начиная от ракли оперского моего друга и там виктория бойня там и все тогда мы их там кидали с крыши взрывали то есть по 20 взрывов в день мы делали вот прям каждый москве на многокамерная съемка очень серьезно как живали мы добывали мы лобанов не добивали добывали да мы не стали стали бы добывать не стали опускали продавали выкидали да поднимали мы башни полем шли нашли на песни башни развели этот рэп про то и это обо всем что было летом по секрету всему свету расскажу я поднимались на закате засыпали мы на рассвете пробовали все на свете не совруя ой как летели дни недели для нас быстро пролетели не заметили мы недели лето красное пропели знают взрослые и дети знают где и знают эти лето это ой да хорошо две страны две волны два моря есть сканет от балтийского моря черному респект от бандитского питера за четкий ускос на программе у дрона соответ вопрос гангстер флот россии наши сменец стильный бандателок сексапильных драк стол массивный на потерянном на берегу за кати-пати на немереном намерении в одном халате неумеренный уверенно лицом в салате а проверенный на татере верхом на кате или на вилле качали скиллы текилой блат скрип под такие лоб хэй две руки раз тост два тост и волна накрыла и ускосы дрона сэнни батикила вечеринка реальный топ капли холодного пота генерирует мой лоб до нее я жил спокойно никуда не спеша во мне была душа но вдруг моя госпожа приказала мне идти сюда опять случился врал зачем же я сегодня чё-то как-то перебрал никто меня отсюда не отпустит увы и вот я сижу ниже воды тише травы если бы не пришел то был бы нет курсия что всех нас очень скоро поведут на экскурсию какой-то адский музей уже готовы пастухи детей уже здесь нещадно жалят за грехи мариланна мариланна все сузасом ждут что скажет мариланна лицо ее белок руке черный фрамастер говорят под конец должен появиться мастер сгущается тьма хорошо сидит наш энтузиазм не победи газ нет цвет мой средний наш оптимизм не победил сшаю сечра хорошо сидим нашу пути сделал мне победим гостин и свет мы всё усилием на в василии рок и рэп в россии да от у кого больше перспектив на сегодняшний день как то Ну, с, так сказать, творческой точки зрения и с точки зрения материала, я считаю, что ни у кого. А, ну, вообще, конечно, хип-хоп сейчас — это главная музыка во всем мире, и в России в том числе. Вот, но я не очень в курсе, если честно. Я не очень интересуюсь. Моё развитие застряло на 97-м году, и, так сказать, дальше я всё. А я поддержу Василия в том плане, что хип-хоп сейчас первая музыка. Как говорится, за что боролись, тем и получили. То есть никаких перспектив, да? Нет, нет, в этом я не поддержу Василия. У Василия, кстати, у самого нормальные перспективы. Серж, рок-клеп, у кого больше перспектив на сегодняшний день? Да, слушай, ну, все мы боролись за то, чтобы это был хип-хоп, да, и, в общем-то, мы это получили, но немножко не в том виде, за который боролись. Мы наблюдаем немножко другой хип-хоп, но вот у Василия хип-хоп правильный, вот. А вот тот, который мы наблюдаем в интернетах сейчас, он неправильный, да. То есть все понимают, что вот мы сегодня с тобой говорили, что ты меня спрашивал, слушает ли моя дочка мою музыку, да. Ну, конечно, когда она была маленькая, слушала, было интересно, но сейчас они все слушают другое. Фейса Моргенштерна там и прочее, да, но не за то мы боролись, если честно. Правда, Василий? Да, соглашусь полностью. Современная музыка – это кал и будет еще хуже. Ну, вот то рэп-кал и видишь. Хорошо, Василий, а реги или фанк, что ближе всего и почему? Если честно, я далек и от реги, и от фанка, хотя мы группой «Кирпичи» недалеко месяц назад впервые за всю необъятную нашу длинную карьеру записали песню в стиле реги. Не с Макшайдерами? С Макшайдерами, конечно. Ефр открывает наш альбом, он, значит, нас представляет. Ага. Песня называется «Да не бой, давай побольше новенького, го!» И Ефр, как специалист, он там сделал всю эту вещь. Там еще участвовала духовая секция группы «Ленинград», ныне группа «Радар». И также батюшка, священник Андреевского собора, он играл на «Волынке». Почему себе? У нас вообще очень много гостей в этот раз. А, это второй, ой, как я говорю, второй, это какой-то новый альбом же, да, «Кирпичи»? Да, вот мы буквально вот сейчас записываем, выпускаем. Ага, там много будет треков? Пятнадцать треков, из них одиннадцать гостевых, как-то участвуют люди. А у тебя... Он будет называться... Две версии есть. Название – «Старческий маразм», это первая. А вторая – это «Памятник дружбе». Третья версия, рабочее название – это «Свальный грех». Я за маразм. «Старческий маразм». Ну, я своевременный, конечно, тоже. Пора уже. Слушай, Вася, а ты, я не знаю, своими силами или, ну, кто-то тебя потолкнул, вот, выпустил сольный этот альбом «Триумф» на виниле, если не ошибаюсь, недавно. Да, было дело. Вот, а кирпичи, например, будут так же вот издаваться? Ну, судя по всему, да. То есть, это не останавливается. Да, электронной дистрибции ее маловато. Ага. Как бы, пластинка – это прекрасный сувенир. Серж, а не было у тебя такой идеи, вот, из ТДК снять вот клип? Ой, не клип, а этот, виниловую пластинку. Ну, в то время, когда выпускался из ТДК… Сейчас, 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 вот есть. А, видишь, сейчас не очень возможно выпустить, в принципе, из ТДК, да? По многим причинам. Ну, во-первых, те сэмплы, которые использованы были в 90-е, тогда было разрешение их использовать, но лицензирование было сделано таким образом, что время прошло, да? Поэтому сейчас выпустить их, вот, в том виде невозможно. Ну, и множество причин с этим тоже есть. Но, вообще, все мы хотели, конечно же, увидеть, знаешь, как это… А есть у тебя эта песня на пластинке? Вот у нас и нашей песни нет, вот у Василия есть, это хорошо. Да, и частенько диджей сами просят, ну, то есть… Ага, а у диджея же другой винил там, да? Там другой по оборотам он как-то… Да, но Шахаша, например, активно крутит пластинки, я им подарил две штуки сразу, чтобы они не запилил, вот, и… А, он, собственно, и участвовал у нас в альбе. Тоже все из Улдскула. Ну, да, он активно, как бы так, продвигает даже и Bad Balance у него на виниле там, он, ну, постоянно светит, я вижу. А, Серж, ты вообще, что думаешь, регги или фанг, вот, что ближе для тебя всего? Ну, я тебе сегодня ставил какие-то песни, которые я слушаю вот так вот в жизни, да? Да-да, Эдди Мерфи, даже Эдди Мерфи. И Эдди Мерфи пел регги, это не первый случай, Эдди Мерфи пел со Снупом, но там Снуп Дог называется Снуп Лайон, Лайон, потому что Айрон, Лайон, Зайон, да, все знают регги, Раста, историю. И что интересно, что Эдди Мерфи до этого еще давно пел с Шабараксом, это известнейший исполнитель Рогомахин, А, ну, у, собственно, Эдди Мерфи есть также и фанг, поэтому, в общем, на самом деле, как говорил Боб Марли, We play an R&B, it's a reggae music. Играем мы, короче, R&B, это и есть регги-музыка. На самом деле, Эдди Мерфи был просто шикарен в определенный период. Песня Trailer, Load of Girls, это был мега-хит. С Керес Ваном у него был трек очень хороший, ну, Шаба вообще хороший, но карьера Шабы закончилась на американском телевидении, когда он пришел и сказал, все здесь геи. И поэтому идите все, и после этого его запретили показывать. Это еще в те, да, в золотые времена, да. Он сказал, я тут побыл на американском телеке, короче, тут все... Ну, он сказал правду, наверное, судя по всему. Серж, а слушаешь ли ты джаз? Если да, то кого сможешь выделить? Я не только слушаю, у меня было два совместных проекта вместе с саксофонистом Сергеем Веренцовым и известный. И еще есть саксофонист Алексей Попов, такой тоже в очень известных джазовых кругах. Мы выступали и выступали в GFC Jazz Hall, и выступали в арт-клинике, и в других местах. Двухчасовая с каждым составом, там, золотой джазовая элита Санкт-Петербурга, музыканты, там, такие как Боря Мажоров, там, Алексей Дегусаров, там, ну, всех сейчас не перечислю. Анатолий Смирнов, барабанщик играл, там много-много кто. Соответственно, я принимал прямое участие в джаз, в хип-хопе. Такой джаз-матаз почти наш питерский. А ты, Василий, слушаешь джаз вообще? Можешь кого-нибудь выделить? Джаз? Да. Ну, бывает, заносит меня в клуб The Hat, к Билли Новику. Я там бываю и инкогнито, так сказать. Но в основном это заносит меня в таком состоянии, что я практически не помню ничего на выходе. Но общее впечатление, оно просто прекрасно, конечно. Очень хорошо, что, в принципе, в Петербурге есть такой клуб, где играют джемы. А, например, какой-нибудь GFC на Волково, например, какого-нибудь сходить? Волк Трёв? Я был очень давно в GFC и посещал его часто. Это было лет 20 назад. Это же один из самых старых клубов, в принципе, в Петербурге. И там, скажем, был даже снят у нас клип на песню «Байка» очень давно в GFC. А мы вообще, на самом деле, много раз бывали в GFC тоже, как Вася говорит, инкогнито. Но это, я так понимаю, под прикрытием алкоголя. Ну, за несчет бывает, да. Это не в маске «Человека-паука» там что-нибудь. Конечно нет. Вот, да, посещали тоже концерты джазу, и я ходил на концерты многих известных музыкантов. То есть к нам приезжал на Петропавловку Массио Паркер, который играл с Джеймсом Брауном в свое время. Играл с парламентом «Фанкаделик», с группы «Дилайт», где диджей Дмитрий Киевский такой был. Ну, известная группа, с ним и QT по стопку квест читал. Вот, там же был Стэнли Кларк. Находил я на концерты Ришарда Бона. Это тоже такой Ричард Бона, он в Америке называется, а во франко-говорящих странах Ришард Бона. Ну, была когда-то у меня телепрограмма, где я снимал даже тоже джазовые концерты. И рок-концерты, кстати, тоже, да. Из группы «Рэйч» ездил по Петеру два дня, их тоже снимал. Там, знаешь, русский музыкант, один гитарист, да. Да, вот. Ну, в общем, я благодаря съемочным делам пересекаюсь с различными стилями музыки. И, например, нашему супергитаристу снимал тоже клип. Виктор Иванович Зинчук, «Эль Бимбо» называется трек. Ну, я, естественно, туда приплел танцы, брейк-дансы и все, как мы любим. Вот, а я достаточно плотно слежу за творчеством, даже, скорее, не творчеством, а организаторской деятельностью Билли Новика, у которого есть проект, называется «Петербургский джазовый актив». Всем очень рекомендую, это одни из самых крутых музыкантов в России джазовых. Давайте, пацаны, пацаны. Виникальный код. На последний вы вместе просто с сотой выпускной истории. Давай, красавчик. Вот так точно. Давай еще, сделай несколько. Да, я понял, понял. Ну, все. Все, спасибо. 50 кадров. Соточка! Все, пока, ребята. А, подожди, подожди, сейчас я им пару слов. Ты расписался, да? Йоу-йоу, врубаешься просто от выпуска. Ну, че, как вообще, нормально все? Все, ништяк, все, хай. Все, ладно, пока-пока, всем пока, респект. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok